Спасение утопающих прежде всего дело самих утопающих. Фраза сейчас очень актуальна. Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет в Нижегородской области с каждым днем, но нарушителей масочного режима множество. Рост заболеваемости начался в сентябре. За прошедшие сутки выявлено уже более 220 заболевших. Это уже близко к весенним ежесуточным показателям. Чтобы заставить людей задуматься о собственном здоровье и безопасности, проводятся специальные рейды. Девушка, масочку одеваем, пожалуйста. Общественный транспорт предполагает. Девушка, вот вы едете. Почему у вас не уважение к пассажирам? Почему вы не уважаете соседов, девушек, перед вами? Кондуктор, у вас пассажир без маски. Вы какие действия принимали? При посадке в автобус предлагаете маски. Девушка, вы вот сидите спокойно. Просто мы в этот раз, я говорю, у нас идет пропаганда сейчас пока. Но вообще от 500 до 3000 рублей штраф. Ну на улице, когда вот ходишь, я не всегда ношу, а в общественных местах обязательно. Ношу, ношу всегда. Просто забыла взять с собой и все. Извиняюсь. Я берегу свое здоровье. И чужих. У меня что-то это, дышать тяжело. Не вижу смысла. Штраф. В Москве это введено, почему в Дзержинске нет? Одинаковые для всех правила. Почему я должна чувствовать неудобство, нося маску, а кто-то не носит маску. По итогам проверки видно, что с водительским, кондукторским составом работа проводится. То есть люди в масках. Действительно обработка транспорта идет. Большая работа с пассажирами. Опять сейчас будут усилены патрули. Я хочу всех нижегородцев отнестись с пониманием, подготовиться к этому, закупиться масками и в транспорте, в общественных местах обязательно соблюдать масочный режим. Да, в основном мы будем штрафовать и принимать в том числе жесткие решения по приостановлению деятельности в отношении юридических лиц. Но, конечно, и в отношении физических лиц при злостных нарушениях, когда люди не соблюдают в транспорте, в том числе показательно, придется принимать соответствующие жесткие решения. Продолжение следует...